восхищают ли вас люди как восхищают меня которые разбираются в чем-то очень очень досконально буквально на уровне электронов на уровне движения каких-то токов вот один из таких людей ведет свой канал на ю тубе который называется ремонт электроники перм32 тут очень много полезнейшей информации которая буквально в единственном экземпляре нигде такого похожего контента вы не найдете все опирается исключительно на практическую сторону здравствуйте чудо никак иначе то что вы лицезреете на своих экранах самое натуральное чудо это canon ip 4500 это принтер это легенда не побоюсь этого слова меча и орала как говорил незабвенный остап по-моему ибергимович бендер то есть аппарат которому много-много лет который прошел за свою долгую жизнь много пачек бумаги много литров чернил и вот он у нас всего лишь навсего на заправку вообще удивительно что такое чудо еще у нас встречается думал показать вам как откидывается крышкой передняя лихо данного аппарата но к сожалению придется помочь ему ну что здесь у нас кнопка кнопка стоп которая нам необходима я хочу попробовать для начала распечатать тест дюс он печатается по идее нажатием и удержанием этой кнопки если я не ошибаюсь видите переключение лотка верхний нижний просто фантастика это неубиваемый принтер который который работает как вы видите и по сей день что у нас мигает что он нам этим хочет сказать давайте попробую картере здесь у нас чернильницы печатающая головка здесь у нас съемная заправляются просто чернильницы вот он должен выехать как и все подобные аппараты компании canon бумагу зачем-то прогнал так вот они наши дорогие картриджи заправляются как и все подобные чернильницы для заправки я буду использовать такие вот не родные не оригинальные оригинальные но не родные такие штучки для того чтобы подпирать снизу сопла откуда чернила выливаются а заливаться чернила будут сюда чем удивительно их так аккуратно заправляли аж любо-дорого глянуть под этим скотчиком должна сниматься наклеечка и туда должны заливаться чернила знаете я не знаю зачем там наклеен скотч какая хитрость при заправке была использована если вы знаете поделитесь пожалуйста в комментариях какой секрет то есть их наверняка заправляли не один раз но как так аккуратно это все не делали обычно все эти картриджи заправляются однотипно то есть там вот сверху где у нас наклейка вот тут вот где написано слово push снимается наклейка под ней шарик пластиковый он вытаскивается туда заливаются чернила при этом нижнее вот это вот отверстие закрывается чем-то таким герметичным резиновым чтобы чернила не вытекали а здесь этого нет поэтому я попробую заправить вот так вот аккуратно через губку пропитывая губку и посмотрим что из этого получится удивительно но только что я изобрел сам для себя может быть еще для кого-то новый способ заправки то есть я аккуратно выдавливаю чернила на вот эту вот губку и при этом пальцем вот здесь вот прижимаю воздушное отверстие чтобы чернила снизу не вытекали и потихоньку потихоньку чернила перетекают вот здесь вот сверху то есть чернила полностью пропитали эту губку и вот тут вот сверху я так немножко нагинаю и они протекают вот сюда вот в это отверстие сейчас попробую это изобразить наглядно то есть вот как говорится в натяжку я чернила копаю они тут же просачиваются внутрь губки и перетекают перетекают в отсек воздушный я сейчас работаю через камеру не вижу копают ли там чернила внутрь принтера дайте мне знак если это так а пальцем я снизу закрываю воздушное отверстие чтобы чернила не вытекали вот видите пропитывается губка все-таки не совсем не совсем удачно ну ничего попробуем еще очень мне понравился этот способ без скрытия без вскрытия картриджа очень даже замечательный способ беру на вооружение разгадала для себя загадку все оказалось элементарно просто предыдущие заправщики просто здесь сделали маленькое отверстие еле заметно и через него заправляют то все у нас по схеме по алгоритму сюда мы заправляем здесь мы закрываем мелкие палки сейчас покажу вам это наглядно все чернила благополучно уже вытекли из этого воздушного отсека то сейчас мы вот так вот местом забора так сказать чернил нажимаем на какую-то резиновую поверхность чтобы обеспечить герметичность и через вот это вот любезно проделанное отверстие предыдущими специалистами заливаем чернила все у нас хорошо и замечательно заправляется потом нужно его быстренько будет загерметизировать иначе если его не загерметизировать они просто опять же полностью вытекут то есть мы заправляем до тех пор пока ну до уровня этого отверстия поднимется поднимутся чернила и на этом заправку заканчиваем когда-то на форуме посоветовали такую штуку массаж картриджей я так это назвал то есть вот берем если картридж вдруг не видится принтером вот так вот его из стороны в сторону аккуратненько без прикладывания особо сильных усилий прижимаем тут чип под этим углом находится снизу чип и он не всегда определяется корректно принтером то есть иногда вот такое вот массирование картриджей помогает за такой как лайфхак исключительно методом научного тыка подобрал так сказать комбинацию клавиш для данного устройства то есть мы нажимаем эту кнопку удерживаем ее и смотрим как мигает этот светодиод то есть один раз мигнул это по идее обычная прочистка два раза мигнул он печатает с плюс три раза наверное глубокая прочистка то есть это нужно попробовать проделать вот раз два печатает полосочки наши наш проверочный распечаток так называемый тест дюс по которому мы будем судить по качестве его печати я уже пробовал печатать он печатает все цвета кроме нашего большого жирного черного картриджа может быть это так и было к сожалению не знаю потому что чем него закончились как он печатал изначально я не знаю сейчас все картриджи заправлены посмотрим тоже конечно удивительно сколько прошло лет как она начал выпускать аппараты а их струйные устройства так долго думают сейчас но простая казалось бы история напечатать нужно полосочки что-то жужжит готовится прокачивает благо он это делает не виртуально это действительно есть помпа тут он действительно прокачивает чернила через картриджи не так как в кого аппаратах струйных аппаратах hp где все эти манипуляции и жужжание происходит виртуально а помпы там нет я пытался на днях вспомнить какие я помню аппараты hp струйные с помпой честно сказать не вспомнил может вы мне подскажите в комментариях то есть вот а черного большого цвета у нас нет видите из него очень сильно бьются чернила то есть скорее всего он был изначально не рабочий ну посмотрим на этом в принципе все регулярно печатаете заправляете вставляете бумагу и прижимаете ее соответствующим упором чтобы бумага в принтер заходила ровно и не перекашивалась если у нас криво печатаются отпечатки распечатки нашей ленту энкодера вот здесь вот она у нас такая полу прозрачная с рисочками аккуратненько вытираем если принтер ругается на то что застряла бумага ищем ее здесь наверняка таки есть если плохо проходит бумага смотрим наверняка что-то попало вот туда вот где бумага вставляется мешает прохождение благо здесь и запасной у нас лоток бумаги снизу то есть можно попробовать если сверху не забирать можно попробовать снизу переключается напомню вот тут напомню вот здесь переключается верхний нижний лоток очень удобно не знаю аппарат вызывает одни положительные эмоции зачем его сняли с производства есть ответ на этот вопрос он хороший только для его пользователей для компании canon такие аппараты очень убыточные потому что много лет карты же никто не покупает их просто заправляют и себе печатают и горя не знают кому это выгодно только пользователям а canon терпит убытки поэтому придумываются всякие разные одноразовые аппараты с которыми мы мучаемся а корпорация canon зарабатывает все что я хотел сказать я сказал задавайте свои вопросы пишите комментарии пальцы вверх поддерживайте нас всем успехов до новых встреч впр almost